В то время, когда книжки больше слушают, чем читают, а что хотел сказать автор, больше никого не интересует, зачем же нужны библиотеки? Именно об этом мы поговорим с директором библиотеки имени Шишкова Татьяной Егоровой. Как ты себе представляешь библиотекаршу? Это такая грустная женщина в вязаном свитере, вне зависимости от погоды. Как вы вообще вписываетесь в эту среду? Я прочитала пяти книжек Достоевского. В чем мотивация этих людей? Потому что мотивация у них явно не в деньгах. Ты прочитай нашу классику, и тебе не нужны тренеры по личностному росту. Обычь современной литературы в том, что сейчас написать и издаться может вообще практически любой человек. Порядка 117 тысяч книг, наименований книг, было выпущено в России. Толстой ужасный шовинист. Это состоявшийся писатель, который теперь интересен и мужчинам. Здравствуйте. Здравствуйте. Библиотека сейчас, она нужна? Вы имеете в виду библиотека как физическое пространство? Библиотека как физическое пространство. Библиотека как институт. Ну и то, и другое. Давайте так, библиотека как общественный институт нужна. Говорить о пользе, о необходимости, о том, что сейчас происходит с библиотекой, ходят ли в нее люди, конечно, можно долго красивыми словами объяснять. Но хочется просто привести несколько фактов, и, в общем, мы тогда с вами продолжим разговор. Скоро уже, я думаю, в другом русле, и не будем друг другу доказывать, нужна ли или не нужна библиотека. Но все мы пережили не самые простые времена. И, конечно, если говорить там лет 15-20 назад, был некий отток в библиотек, потому что в целом общество думало о том, люди думали о том, как прожить. А лет 10 назад мы наблюдаем, уже лет 10 назад, возврат людей в библиотеку пошел. 100, там, 200, 300 человек в год, я говорю, цифры нашей библиотеки. Если раньше это были пожилые люди, которые там давно-давно читают, привыкли читать с детства, взрослые люди средний возраст в меньшей степени ходили, потому что они как раз занимались зарабатыванием денег, то сейчас мы замечаем и констатируем тот факт, что у нас 58% — это молодежь. Приходят, берут книги домой на абонемент. То есть живые бумажные книги берут домой и читают. Это такая молодежная литература. Если говорить о зарубежной литературе, это «Ведьмак», например, да, книги Стивена Кинга. Это очень много тех вещей, которые сейчас экранизируются, потому что сейчас очень интересные снимаются сериалы по зарубежным, по отечественной литературе. Есть какой-то риск того, что через условные 30-50 лет библиотеки, вот такой вот, в семиэтажной, но ее просто не будет за ненужностью? — Трудно сказать. Мое, ну, наверное, это и... В общем, вы понимаете, что мое мнение, оно такое, что, безусловно, библиотека будет. Объясню. Во-первых, то, что касается чисто технически. Есть авторское право, которое говорит о том, что литература может оцифровываться и предоставляться абсолютно спокойно, без каких-либо претензий со стороны правообладателей, только через 70 лет после ухода из жизни автора. Ну, представляете, сколько литературы у нас находится там, которую оцифруют. Да, хорошо, рано или поздно мы ее оцифруем. Но есть литература, которая по велению автора, ее нет просто в электронном виде, он запрещает ее где-то выкладывать и так дальше. То есть все равно человек будет идти в библиотеку. Второе. Не каждый читает электронную книгу. Вот сейчас, откровенно говоря, у нас нет абсолютно никакого деления. Читаешь как... Ты читатель какой книги? Ты читатель аудиокниги или ты читатель электронной книги? Или ты читатель бумажной книги? Ты читатель. И это главное. И библиотека сейчас, любая библиотека, использует все возможности, чтобы дать возможность людям читать. Аудиоформат? Пожалуйста. Электронная книга? Да, пожалуйста. Бумажная книга? Ну сейчас, к сожалению, условия такие, что мы какое-то количество времени не выдавали бумажные книги, но мы опять их выдаем, и у нас опять очереди выстраиваются за этой книгой. То есть здесь нет границы никакой. У нас настолько бедное население, что покупать книги, даже электронные, может позволить далеко не каждая, точнее почти никто не может позволить. Наверное, с этого и нужно было начинать разговор, когда мы говорим, нужна библиотека или не нужна, что там с ней делать. Экономика. Опять же, исследования зарубежных различных специалистов говорят следующее. Почему создаются библиотеки и поддерживаются местными сообществами за границей? Почему? Потому что купить один раз община купит какие-то книги или подпишется на какие-то ресурсы, и, пожалуйста, весь населенный пункт пользуется. У нас, да, много ли может человек позволить себе купить книг? Во-первых, это дорого, да, хорошая книга стоит там, ну, 300 рублей – это вот ни о чем, что электронная, что печатная книга. Во-вторых, ну, сколько ты ее можешь в своей квартире поставить? Да, ты купил книгу, ты из 10 книг, может быть, оставишь одну, а может быть, ты из 100 книг только оставишь ту одну, которую ты когда-то захочешь перечитать. Библиотека, место общения. У вас же там есть и не книжные развлечения для вашей аудитории, да? У нас есть не книжные, но околокнижные. У нас есть масса всяких активностей, которые ориентированы на молодую аудиторию, на среднюю аудиторию. И направления – это и языковые, это и научно-технические. Сегодня и каждый день, начиная с 1 июля, у нас очень интересный проект, мы используем все возможности, он называется у нас «Музыка из окна». Винил – это такая отдельная история, 16 тысяч пластинок, которые находятся в библиотеке. Люди приходили, слушали, сейчас нет возможности, пожалуйста, слушайте из окна. Сегодня у нас весь день вальсы Штрауса. Потрясающе. Вчера был «Битлз», завтра опять будет «Битлз», потому что 80-летие Леннона. Вы сами эти книжки покупаете домой или пользуетесь, так сказать, служебным положением? Пользуюсь служебным положением, безусловно, потому что я читатель библиотеки, и моим служебным положением пользуется еще ряд людей, мой близкий круг. Но некоторые книги я покупаю домой. Часто это бывает после прочтения уже библиотечной книги, я хочу, чтобы эта книга была. И еще у меня, тоже опять же пользуюсь служебным положением, у меня есть книги с надписями гостей, которые приезжают к нам, тех писателей. И такая книга, конечно, она будет стоять у меня в библиотеке, и это моя гордость. А вам нравится, например, Пелевин или, например, Сорокин? Я стала замечать, что… Например, ни тот, ни другой не нравится однозначно. Оба не нравятся, да? Я просто стала замечать, что уже это стало такой классикой. Не надо сейчас бросаться такими словами. Очень много литературы и, ну, что мы называем, так скажем, даже хорошей библиотристики, которая, скажем, в 18-м, в 20-м, в 19-м веке читалась, и думали, что это навсегда. Сейчас мы не помним этих авторов и не знаем, да? Поэтому давайте пройдет какое-то время, и тогда мы будем понимать, Пелевин – это классик или это не классик. Да, читают? Но я читаю лучше Прилепина, например. Слушайте, ну, мне кажется, что Прилепин, он… Автор же не может жить вне контекста. И Прилепин вот в современном контексте, политическом, социальном, он себя дискредитировал лично для меня. Я не могу уже читать его. Мне нравится его слог. Он приятный, в отличие, например, от того же Сорокина, который неприятный. Вот ты его читаешь, а тебе неприятно как бы. Я не знаю, что было написано лучше о ГУЛАГе. Ну, вернее, было, безусловно, и Солженицын, и так дальше, но это было раньше. Что было написано лучше, чем «Обитель Прилепина». Ну что? Скажите мне, пожалуйста. Я вам не скажу. То есть вы отрываете произведение от самого автора? Не всегда. Если вам нравится, например… Не всегда. Да, я прочитать могу книгу раньше, после того происходят какие-то моменты в жизни людей, авторов. И есть такие авторы. Я очень любила писателя, я и сейчас люблю его произведения, безусловно. Я прочитала много его книг, но совсем недавно оно был какой-то, вернее, не какой-то, а был такой инцидент, после которого у меня его книга лежит почти год, и я не могу к ней прикоснуться. Я понимаю, что книга, вот там всё совсем по-другому, там интересно, там хорошо. Но я не могу, потому что мне нужно пережить вот эту личную какую-то, вернее, момент, который связан с этой личностью, как с человеком. Какие книги для вас стали вот такими какими-то знаковыми, которые вам помогли, может быть, это было давно, а может быть, это было недавно, которые вам как-то помогли сама идентифицироваться? Наверное, как и все, как и большинство людей, я прочитала пяти книжки Достоевского, да, так называемое классическое. Да, понимание себя, проникновение в себя, это очень серьёзно, и, как бы вам сказать, про Достоевского нельзя говорить, наверное, публично. Вот, это такая участь хороших лекторов, преподавателей, которые вот могут всё разложить по полочкам. Человек, когда читает в себя Достоевского, что называется, да, он в себе его и оставляет. Он с этим живёт, он делает какие-то выводы. Муж мой, Василий, он вообще огромный поклонник Толстого. Мы с ним за всю нашу десятилетнюю совместную жизнь только один раз поругались. Когда он меня пытался заставить признать, что Толстой лучший и самый тонкий психолог из российских, вообще из всех писателей на русском языке, А я с этим не соглашалась, потому что я считаю, что Толстой ужасный шовинист. Как можно было так тонко прописать все мужские, великолепно просто, выпукло, прописать всех мужских героев вообще, там, хоть Воскресенье, хоть Война и мир, и просто сделать картонных женщин, ну, абсолютно плоских и картонных. Вы как-то актуализируете, насколько вообще отвечает эта классическая литература времени, и нужна ли она, например, сейчас, потому что, как бы, может быть, она вообще не бьется с тем, что сейчас происходит. Бьется, и перечитывать нужно, безусловно, и перечитывать нужно несколько раз. Ну, на примере моего любимого произведения, наверное, у большинства женщин это Анна Каренина, ну, и из Толстого, так скажем, вот. Я недавно, кстати, где-то в сетях прочитала реплику одной дамы, которая по поводу этого произведения ответила так. Чтобы я еще раз прочитала Анну Каренину, это было третье ее, третье перечитывание, так скажем, третье обращение книги. Первый раз это школа, когда нас, там, в общем, заставляли, да. Вот, потом в моем случае это было 25 лет, когда я читала, когда, ну, вот, я готовилась стать мамой, и мне вот очень тогда она нужна была. Она была моя тогда книга, я ее настолько пережила, вот, погрузилась в нее. И вот сейчас, наверное, наступает момент, когда я готова ее перечитать третий раз, вот тут я слышу примерно моего возраста, дама обращается, что я третий раз перечитала, и лучше бы я не читала, зачем это читать. Вот, поэтому, но перечитывать нужно, потому что каждый раз ты понимаешь книгу по-иному. И классические произведения, я еще раз говорю, это русская ментальность, мы, когда читаем, мы себя понимаем. Принимаешь ты себя или не принимаешь, ты видишь черты другого человека в этом. И нам, мне очень претит, когда мы читаем литературу, и мы навязываем молодому поколению книги тренеров по личностному росту. Да, вот сейчас модно такую литературу читать. Да ты прочитай нашу классику, и тебе не нужны тренеры по личностному росту, ты все возьмешь оттуда. Ты сам себя воспитаешь, ты сам возьмешь это. Тебе не нужно навязывание другого человека. Вот, кстати, я зашла в статистику Литреса. Первая художественная литература, по-моему, там была то ли на шестом, то ли в каком-то месте, это был, по-моему, Евгений Онегин в коротком изложении для школьников. А потом дальше начинались уже Акунин, ну вот такие вот модные. Вы вообще как для себя объясняете бум чтения вот такой какой-то нехудожественной литературы? Наша библиотека предоставляет нашим пользователям возможность использовать ресурс Литрес. Можно быть подписанным и получать эти книги абсолютно бесплатно. И у нас есть своя статистика, поэтому я буду говорить на наших цифрах, на нашей статистике. У нас художественная литература превалирует, заказана художественную литературу. И это хорошая отечественная современная проза. Классику я не говорю, классику я назвала, она, в общем-то, так и остается. Вот, в нашем случае это Гузель Яхина с двумя ее романами, абсолютно потрясающими. Она не выходит из первого, первое, там третье место. Это Водолазкин, это Иванов, это Рубина, это Пелевин, это Акунин, ну и другие авторы очень интересные, и которых читает наша публика. Ну вот, например, Гузель, она же даже приезжала, да, была у вас, и Водолазкин тоже был. Ну это просто сейчас топ. Как вы их пригласили, давайте начнем, наверное, с Гузель. Как вы ее пригласили, почему она согласилась, потому что она, женщина сейчас очень востребованная, я вот за ней посмотрела. Гузель приезжала в 2016 году, вот, как раз появился ее роман, он только-только прошел, он только как раз взял большую книгу. Зулейха, что вы делаете? Остановитесь, что вы делаете? Встречаете, как зэков на этапе. Добро пожаловать в Сибирь. Чем более крупный писатель, да, тем он более отзывчив, и тем он идет, ему интересно общаться с публикой, ему интересно выезжать. Многие критики говорили, что вот Зулейха открывает глаза, это такой дамский роман, он только для женщин. Когда в 2018 году вышел второй ее роман «Дети мои», и я впервые услышала отзывы, то есть первый отзыв об этом романе я услышала именно от мужчины, от редактора, то есть от литературных критиков, которые говорят, да, вот это состоявшийся писатель, который теперь интересен и мужчинам. И сейчас, когда я предлагаю эту книгу своим знакомым мужчинам прочитать, они говорят, да, эта женщина пишет для мужчин, не только для женщин. Вот, а с Евгением Германовичем Водолазкиным вышла тоже интересная история. Я также ему, уже я к нему обратилась, тоже очень просто, и они с Татьяной Робертоновной супругой приехали. То есть вы просто через Фейсбук ему где-то написали, да? Просто через Фейсбук, да, и либо где-то мы встречаемся на каких-то мероприятиях на книжных. Вот Евгений Германович потом меня познакомил на Санкт-Петербургском книжном форуме, не книжном, простите, а культурном форуме с Янушем Вишневским, который потом приезжал уже в 2018 году. И так вот эти знакомства, они, в общем, расширяются. И вы знаете, это очень-очень привлекает наших читателей, пользователей. И когда на мероприятия писателей вместимость наших залов, она там, ну не очень много вмещает в библиотеке, но когда приходит там больше 300 человек, а когда люди готовы стоять, дышать друг другу в затылок, только бы пообщаться. И опять же, это очень много молодых людей, которые задают очень интересные, глубокие вопросы. В прошлом году, допустим, Павел Басинский приезжал, но это же величина. Это величина, которая как раз раскрывает биографию Толстого, Льва Толстого. Очень интересно, когда его читаешь, воспринимаешь и понимаешь, почему он писал так о женщинах, а так о мужчинах. А у вас есть какая-то система подбора книг? Вы каким-то образом выбираете художественную литературу или вы берете, грубо говоря, практически все, что выпускают? Я просто пытаюсь понять, вот это у вас есть какой-то нюх на то, что может стать хитовым, что может каким-то таким стать новой классикой, или это так сложилось просто? Есть премии, есть интересные имена, есть контакты, есть редакторы, есть издательства, в которых издаются тот или иной автор. И это уже какая-то некая подводка, так скажем, и к новым именам, или к именам не новым, но которые ты для себя открываешь. Руководство в чтении, оно нужно. Вы же знаете, что, допустим, у Василия Макарыча тоже был свой руководитель чтения. Вначале это был библиотекарь, когда его мама возмущалась о том, что когда же он будет там отдыхать, он читает все подряд, он перечитал всю библиотеку, и библиотекарь тогда стала каким-то образом разграничивать. А потом, когда он поступил уже в институт, ему преподаватель говорил, какую литературу ему прочитать. И Василий Макарыч очень был благодарен за это, за то, что он читал правильную литературу. Поэтому руководство в чтении, оно должно быть. Как современную литературу вообще выбирать, подбирать? Потому что если классика еще как-то отсеивалась как раз редакторами, то, мне кажется, обличие современной литературы в том, что сейчас написать и издаться может вообще практически любой человек. Абсолютно верно. Вот мы сейчас как раз возвращаемся к роли библиотеки. Вообще, буквально вчера смотрела статистику, в 2019 году порядка 117 тысяч книг, наименований книг было выпущено в России. Это информация ТАСС. Вот вы себе представляете, да, это какой объем литературы, вообще вот этого книжного массива, который есть. Как в этом разобраться? Где? Что лучше? И здесь библиотека выступает таким навигатором. Библиотека не будет комплектовать плохую литературу, скажем, низкопробную литературу, вот так, низкохудожественную литературу. Библиотека все равно стремится формировать вкус, художественный вкус у своего читателя, и она будет комплектовать ту литературу, которая, ну, будет соответствовать вот этим требованиям. Вот, наши библиотекари — это люди, которым можно прийти и обратиться. Вы смотрите наши социальные сети, вы смотрите наш сайт, ну, не только наши библиотеки, но и другие библиотеки. Там вы тоже видите рекомендации. Мы не будем рекомендовать литературу, которую, ну, неинтересно читать. И она на все вкусы. То есть это и для взрослых, и для молодежи, и для мамочек, и для работающего человека, для мужчин, женщин, для всех. А кто эти женщины, которые у вас работают? Потому что я, когда готовилась к этому интервью, наткнулась на объявление о работе. И когда я увидела зарплату, предлагаемую в библиотеке, я схватилась у сердца и подумала, это же святые люди. Это же люди, которые, значит, ну вот, в общем, в чем мотивация этих людей? Потому что мотивация у них явно не в деньгах. Я не скажу, что в целом культура и образование – это те направления, которые, куда люди приходят за деньгами. И когда человек приходит устраиваться в библиотеку, на что я хотела бы обратить внимание, что у нас сейчас не только молодежная аудитория, читателей, но и очень прибавляем мы в молодых библиотекарях, то есть в молодых девчонках, молодых парнях, которые приходят в библиотеку, они понимают, какая их ждет зарплата. Кто-то это воспринимает как некую стартовую такую площадку. Те, кто занимается книгой, чтением – это их интерес. Ну и потом, вы знаете, мы в своих объявлениях о работе даем же стартовую заработную плату. Как ты себе представляешь библиотекаршу? Это такая грустная женщина в вязаном свитере, вне зависимости от погоды, в длинной юбочке. Вы вообще не вписываетесь, то есть вы вот выглядите такой успешной, красивой женщиной, которая за собой ухаживает. Как вы вообще вписываетесь вот в эту среду с этими женщинами в свитерах? А вы таких давно видели? А вы придите к нам в библиотеку и посмотрите, что у нас все, потому что у нас библиотека такая. Потому что мы отражаем суть и лицо библиотеки, это мы, женщины, которые там работают, большинство своем женщины. Ну и потом, я не знаю, библиотекарь – это не приговор. Библиотекарь – это большое счастье, если ты понимаешь и постигаешь свою профессию, как, впрочем, и любую другую профессию. Поэтому это не зависит от того. Вообще ни от чего не зависит. То есть там что-то еще получше. Что-то еще есть, да. То есть не все так уж совсем грустно. Смотрите, люди, которые у вас работают, вы от них требуете того, чтобы они читали те книги, которые там выходят, о которых им придется говорить. Нужно ли действительно читать произведение? Или достаточно прочитать там, что хотел сказать актор, здесь, что хотел сказать автор, послушать пару подкастов, полки, и все, ты уже готовый специалист. Ну и вот смотрите, опять возвращаясь к цифре в 117 тысяч книг, мы получаем в библиотеку порядка 10 тысяч в год. Даже тот объем, который мы получаем, каждый библиотекарь не в состоянии прочитать. У нас есть профессиональные, ну, позвольте мне такое слово назвать, читальщики, которые на момент поступления книги в библиотеку буквально берут их стопками, десятками. И кто взахлеб, кто перелистывая, перечитывает эту литературу, и как раз такое представление о книгах есть, безусловно. Я посмотрела, как это на Западе, в частности в Америке. И у них вот такие классические библиотеки, как у нас, такие вот, куда приходят, часами сидят, они в основном остались при университетах крупных. И, во-первых, это такая институция, которая обучает добывать информацию. И второе, как раз это вот путь глобальной цифровизации, когда библиотека как институт остается, но она становится не местным, куда приходят за информацией, она становится таким гигантским сервером. Вот ваша библиотека, вы для нее какое будущее видите, ну, допустим, там через 30 лет? Трудно говорить, если говорить про западные библиотеки. У нас есть опыт, вот у меня несколько поездок было за границу, и в Соединенные Штаты, и в Германию недавно, совсем в прошлом году. Университетские библиотеки выполняют функцию универсальной библиотеки для населения, которая находится рядом. И имеются еще публичные библиотеки, такие, ну, вот, которые выдают художественную литературу, как, допустим, вот у нас сеть библиотек в городе Барнауле, либо в любом другом муниципальном образовании. Кстати, у нас в Алтайском крае 970 библиотек, это так, для информации. Вот, у нас же как раз, когда формировалась библиотечная сеть в начале Советского Союза, да, там, в 20-е годы, вот, она формировалась иным способом. И вот, каждая библиотека своего региона, она выступает вот такой вот обобщающей и обучающей и методическим центром, и консультирующим центром. Не собираетесь ли вы, грубо говоря, заниматься цифровкой, да, ваших вот этих как раз редких и уникальных архивов? Потому что, например, для, там, Нью-Йоркской библиотеки, они за счет этого стали зарабатывать достаточно большие деньги. Вот, наша библиотека, она сейчас вообще на чем-то может зарабатывать? Да, давайте так. Наши библиотеки, российские библиотеки, которые находятся под ведомственной Министерством культуры, в данном случае Алтайского края, либо Министерства культуры Российской Федерации, все свои библиотечные услуги, библиотечное информационное обслуживание выполняют бесплатно. Библиотеки, они давно, мы уже больше 10 лет занимаемся оцифровкой наших книжных памятников, наших редких книг, наших краеведческих изданий. И есть очень интересный ресурс, если вдруг вы до сих пор еще с ним не знакомы, такой, как электронная библиотека Алтайского края. Сейчас в этой библиотеке порядка 30 тысяч полнотекстовых документов. Это уникальные документы. Это те документы, которые, ну, не подходят под авторское право, то есть мы все соблюдаем. А если это книги на неживущих авторов или там, которые подпадают под авторское право, то это обязательно договоры с правоприемниками и так дальше. То есть вся литература находится там на законных основаниях. Потом, есть ведь глобальные ресурсы наши, российские, такие, как Национальная электронная библиотека, куда федеральные библиотеки и мы, региональные библиотеки, предоставляем наш цифрованный контент. И это уже миллионы изданий, которыми можно пользоваться, и тоже абсолютно бесплатно. Но есть некоторые ограничения. Допустим, часть изданий можно смотреть со своего домашнего компьютера. Мы в этом году победили в конкурсе президентской библиотеки. Это история статистики Алтайского горного округа. Там будет больше 8 тысяч сканов и архивные документы, и документы редких книг нашей библиотеки. И нам президентская библиотека будет платить деньги за то, что мы будем сканировать эти документы и выкладывать, формировать коллекцию, предоставляя в нашей библиотеке и предоставляя ее возможность использования через федеральную библиотеку. То есть возможностей много, и мы уже идем по этому пути, и идем достаточно давно. Со стороны кажется, ну что такого сложного оцифровать архивы? Ну как бы, ну там, все, готово. Почему это так чудовищно дорого стоит? Ну я просто не знаю, сколько это стоит в России. Вот в Америке я посмотрела, там какие-то гигантские бюджеты были потрачены на оцифровку. Первое, оборудование, которое используется для сканирования, оно безумно дорогое. Да, если там в 2008 году мы покупали сканер, который готов отсканировать большие листы, это тогда стоило 10 миллионов, сейчас я даже боюсь говорить, сколько это денег стоит. Вот потом, для того, чтобы этим занимались люди, кто будет этим заниматься, это должны быть высоко подготовленные, высокопрофессиональные люди, потому что архивные документы, рукописи, они иногда находятся в таком состоянии, что там недостаточно просто прогнать через как наш домашний сканер и, ну, вот хорошего качества там книгу и воспринимать. Этот текст должен читаться, он должен оставлять все, должны быть видны все следы бытования книги, там какие-то подписи дарственные, еще что-то, если эта книга, ну вот такая вот, да, либо если текст сканируется для того, чтобы его потом можно было, скажем, на современный русский язык уже перевести, да без яйца, без всяких там вот таких моментов, это еще и распознавание, еще и переформатирование вот на современный русский язык и так дальше, и так дальше, поэтому это не то, что дорогостоящее, это еще и очень длительный процесс. Последний человек, который каким-то образом осмысливал идентичность нашу, нашей жизни, это был Шукшин. Вы в рамках фестиваля и вообще видите эту всю общественность, вы сами вообще видите перспективу появления второго какого-то Шукшина у нас на Алтае, или все, вот у нас Василий Макарович наш, и все, мы его портрет повесили, и дальше наслаждайтесь Пелевиным. Знаете, трудно сказать, большое видится на расстоянии, к сожалению, так часто происходит, но ведь и сейчас есть интересные авторы, которые пишут на Алтае, и они печатаются и в московских изданиях, я имею в виду толстые журналы, да, редко автору из провинции, ну, извините, так назову, да, провинции, редко когда из регионов авторам удается вырваться и печататься в центральном издательстве. Но наших авторов мы когда разговариваем, обсуждаем и поэтически, особенно детские книги, да, детские-то книги сейчас наши стреляют, наши алтайские девушки, они издаются и в центральных издательствах, детская литература. Поэтому все, наверное, будет, но трудно говорить сейчас. Спасибо вам большое. Расскажите вот три книги последние, которые вы для себя купили. Которые я для себя купила. Последняя книга — это Сергей «Держаться за землю». Простите, пожалуйста, вылетела фамилия. Это автор, который написал про войну на Донбассе. Это очень такая человеческая история, когда люди, которые проживают там, шахтеры и их семьи оказались вот в этой ситуации. И как они это переживали. То есть там война не описана, вот эти правы или другие неправы, да. Там описывается человеческое чувство, человеческие переживания. Я ее пережила, я ее купила. То есть я ее вначале прочитала, потом купила. А сегодня, буквально три дня назад, ко мне пришла книжка. Ее долго не было, я не могла ее нигде найти. Это книга Владимира Шарова «Старая девочка». Владимир Александрович Шаров, он тоже был гостем нашего Алтайского края. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. И он приезжал к нам в рамках проекта «Большая книга в провинции». Это великий писатель. И эту книгу я тоже не могла себе не купить. И сейчас ее читаю с таким погружением, с таким удовольствием и с такой болью в сердце. Потому что это период, опять же, 20-е, 30-е годы. Это период репрессий и личные переживания людей, которые жили в этот период. Третью, наверное, не назову. Ну, наверное, что-то было перед этим. Редактор субтитров А.Семкин